Не, музыкант с ОКР. Из-за ОКР, думаю, что если попытаюсь построить карьеру в музыке, случится что-то плохое. Ну, вы знаете, во-первых, ОКР отлично лечится сейчас. Причём, ну, полностью это можно всё нивелировать. Не разговорами с психологом, то есть разговоры с психологом – это как дополнение к лечению. А во-вторых, ну, действительно, карьеру в музыке построить очень сложно. Ну, смотря ещё какая карьера. Можно быть музыкантом а-ля Сопоро Тернус, конечно. Я думаю, там не только ОКР. Там много чего ещё. Есть, например, там очень успешные такие в своих кругах музыканты эти, например, Септик Флэш. Но при этом они работают в Греции, где в банке. Ну да, у них обычная работа. Ну да, то есть как бы карьера в музыке есть, о них знают, у них бывают всякие разные туры европейские, да, наверное. И мировые тоже. И мировые. Они выступают с симфоническими оркестрами, то есть это очень серьёзный уровень, но при этом это не то, что их кормят, и им приходится ходить на обычную работу. То есть реализация в музыке – это очень сложно. Максимум, да, на что вы можете рассчитывать точно – это какое-то преподавание, и это какое-то исполнение на местном уровне чего-то. То есть это, как правило, какие-то каверы, и может быть что-то, что вы будете писать сами, может быть, это какой-то аудитории будет интересно, но это всегда такое очень местечковое, очень ламповое, и не всегда это может быть основным источником какого-то дохода. У нас бывают периодические люди, или которые уже музыканты, или которые хотели бы стать музыкантами. Просто там немножко реальность у человека, какие-то представления, что типа вот я займусь музыкой, я не говорю, что это конкретно про вас, вот человек, который у нас писал, а в принципе. Если вы хотите стать музыкантом, можно в этом плане зарабатывать, это большой-большой-большой труд, опять же, вы можете продать свой навык. Просто нужно быть готовым к тому, что самое лучшее, что вас может ждать, скорее всего, это если вы попадёте в какой-то коллектив, будете играть чужую музыку, вы будете получать за это зарплату. То есть будете играть на каких-то, может быть, концертах, каких-то, может быть, корпоративах, ещё на чём-нибудь. Главное, то есть если в хороший коллектив попали, если вы хороший музыкант, хорошие музыканты нужны всегда, если вы хорошо умеете играть. Но это тогда уже такой уровень, когда это нужно профессионально обучаться, инструменту, это немножко другое. И опять же, возвращаясь к нашему предыдущему тезису, специалисты и хорошие специалисты нужны везде, в любой сфере. Если вы хороший клавишник, вы можете найти себя вот в этом, то есть в исполнительском каком-то мастерстве, попасть в какой-то коллектив. Вдруг этот коллектив такой бывает иногда, может быть, это и ваш случай. То есть если у вас хорошие навыки, вас могут взять в какую-то относительно успешную или вполне уже успешную состоявшуюся группу. Такое бывает иногда. То есть музыкант, например, молодой, благодаря знакомству, стечению обстоятельств, ещё чему-то, там пришёл на прослушивание, понравился, его взяли, и группа ездит в туры, и всё, она уже зарабатывает. То есть у человека такой взлёт случаются карьеры. Да, он исполнитель, да, это не его группа, да, это, возможно, не то, что он хотел бы играть. Ты про этого волосатика? Да я про кого угодно. Таких просто историй уйма, огромное количество. Группа Rage, когда распалась, когда оттуда ушёл этот самый Виктор Смольский, и Пиви Вагнер взял двух чуваков, один из них вообще просто был ноунейм-гитарист, он просто фанател от группы Rage и умел играть все песни. И он так попал в группу, и всё. Ну это как этот солистарий, он примерно так же в группу попал. Вот это, конечно, да. К саундтреке, к фильмам или к рекламе писать, ну это нужно туда попасть. Да, это нужно, чтобы продавать свою музыку, это не так просто там, ну не знаю, для стоков что-то писать, но это тоже я не знаю, как там зарабатывать. Потому что всё-таки, если мы говорим о какой-то реализации, предполагается, что вы будете делать что-то с удовольствием, да, получать удовольствие от результатов работы, и это будет достойно оплачиваться, потому что если что-то из этого выпадает, да, удовольствие или оплата, очень часто, ну это приводит к выгоранию. Мы такого тоже очень много видели, когда человек делает то, что ему нравится, и он чувствует в этом реализации, но нет какой-то отдачи финансовой, хотя бы минимально достаточной, да, и всё уже этим сложно заниматься, потому что да, круто, да, ты туда вкладываешь много всего, но не получаешь в итоге ничего, или почти ничего. Поэтому это такая вот тема непростая. Чтобы быть успешным в музыке, надо быть и коммуникабельным, и уметь в самопродвижении, безусловно, это не только в музыке помогает. И ещё уметь работать, потому что я знаю случаи, когда там, например, на человека, который занимается музыкой, пишет свою музыку, выходит продюсер Земфиры, но человек просто не хочет работать, и ничего не происходит, понимаете? Да. Хотя продюсер Земфиры, он уже пришёл и сказал, привет, давай работать. И иногда даже предпочтут человека, который просто надёжный, который вот в любом состоянии может это вот всё-таки пойти и работать, на которого можно положиться. Ну вообще это в любой реализации, важно делать хотя бы просто нормально, да, и быть последовательным, и выполнять обязательства, которые вы на себя взяли. Просто вот эти три простые штучки в любой вообще теме, и у вас всё будет хорошо. Ходить, работать на дядю, тоже происходит выгорание, смотря какой дядя, можно всю жизнь с ним проработать, и прекрасно себя чувствовать. И многим людям, наоборот, даже показано работать на дядю. Большинству людей. Просто нужно соблюдать определённые, да, фишки, и тогда работа на дядю будет вообще прекрасная, замечательная. Там тоже есть свои. Большинству людей не дано работать, работаю на себя, потому что там доля предпринимателей 5-10% у нас в стране. И в Штатах, по-моему, процентов 30. Ну и опять же, это не для всех людей. Большинство людей должны быть наёмными сотрудниками, иначе если у нас все будут предприниматели, все будут руководители, кем же они будут руководить тогда. Так что, если вам не нравится работать на конкретного дядю, нужно просто работать на другого дядю. Не обязательно, что вам прямой путь быть там самозанятым или ещё что-нибудь такое. Есенин, что делать? Работать. Работать, работать. А вам перетипироваться. Да. Начните с этого. Там ещё спрашивали, как приучить себя к дисциплине и прочее. Ну вот, короче, чтобы работать, это такой отдельный навык, который тоже нужно тренировать. Чтобы научиться работать, нужно как можно больше работать. И рано или поздно у вас получится, и в какой-то момент, возможно, вам даже понравится. Скорее всего, вам понравится. Да. Иван пишет, я хочу стать дядей. Все пути открыты, и будут работать уже на вас. Главное, будьте нормальным дядей, и тогда больше людей захотят с вами работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!